Начали игру довольно плохо, много сделали ошибок тактических. Из-за этого и еще плюс в том, что команда противников тоже с хорошим процентом бросали. И из-за того получилось у нас, мы проигрывали около 20 очков. А потом в командной игре начали выполнять задачи тренера. И как у нас в последнее время тоже получается, уже то, что командной игрой и выполняя те задачи, которые тренер стал, мы выиграли эту игру. Мои впечатления самые невероятные. Мы в этом сезоне и в прошлом не выигрывали Запорожье. Кроме стратегических задач, мы, конечно, очень хотели выиграть Запорожье. Хотя я себе отдаю отчет, что отсутствие Хантера определенное нам давало преимущество в сегодняшней игре. Но это баскетбол, были игры, в которые мы играли без Лавы, без Замуфри. Кто-то выиграл тоже. Поэтому, тем не менее, проигрывая по ходу игры 20 очков, команда не остановилась. И я хочу сказать, что давно я не помню, чтобы команды мои перегорали. Тем более в таком взрослом составе, который сегодня в Николаеве. Но минус 20 – это именно следствие перегара, не выхлопа. Они перегорели, потому что очень хотели. Выиграли во Львове, выиграли на Франклорске. Им хотелось продолжить эту серию. Они хотят занять пятое место. Они замотивированы на пятое место не деньгами, не какими-то посулами от руководства или от меня. Они сами хотят занять пятое место. И как бы здоровый дух в раздевалке их гонит вперед в таких играх. И поэтому они не остановились, когда было минус 20, успокоились и потихонечку стали возвращаться в игру. И я вам скажу, не было бы такой драматичной концовки, если бы не сделали вот этих 3 или 4 глупых ошибки. Мажут из 5-й фолл получил, когда там никакой необходимости не было фолить. Леша, но ФФ попытался перехватывать, тоже не надо было перехватывать. Продолжай играть. Грин не поставил спину. Цепь трех ошибок привела к тому, что мы за 8 секунд проигрывали. И, слава Богу, сумели вернуться опять в игру и выиграть. Джастин дал этот уникальный пас. Поэтому, конечно, я доволен и победой, и доволен тем, что выбрались из тяжелой ситуации. И доволен тем, что мы теперь практически обеспечили себе 6-е место. Я не говорю о том, на кого мы пойдем. На каждой пресс-конференции меня спрашивают, а как вы думаете, кто может снизу обыграть сверху? Думаю, никто, никого. Еще раз повторюсь, думаю, что вверху такой заряд игроков и запас, что вряд ли, и плюс домашние игры, вряд ли кто-то сумеет сотворить какую-то сенсацию. Хотя, от себя говорю, что мы будем стараться в каждой игре. Но, проиграв первый плывок, это уже будет 5-6 место, это тоже хороший результат для такой команды. Потому что, ну, реально понимаете, что по бюджету мы за пределами десятки. А вы были с командой раздевалки или не были? Конечно. Нет, вы как-то задержались? Я задержался. И показалось, что вы вообще не пойдете? Нет, 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 нет. Я хотел просто тщательнее, обычного изучить протокол, статистику, да, вскрыть, в чем проблема и так дальше. Обычно, как бы, мне и так все ясно. А тут, ну, что-то, ну, непонятно было. По силе вроде равной команды, чуть-чуть, может быть, за счет домашней игры, за пару же сильнее. За счет того, что нету Хантера, мы имеем преимущество, и вдруг минус 20 по ходу, мне было это непонятно. Поэтому я поискал ответ в цифрах. Малитин Борисович, расскажите о ваших впечатлениях от игры Фера. Я думаю, что Фера все-таки не хватает Хантера, и Хантер, на мой взгляд, ключевая фигура. Говорят, там он плохо сыграл, или там он плохо сыграл. Но когда бы играли Газалмаш, Хантер сбивал 30 очков, да. Ну, важнейший. Поэтому, когда выпадает такой винтик, ну, сложно. Поэтому впечатление от этой игры я получал, когда проходили они нас в кубок и попали в финал. Они и не мы, да. Хорошая, сильная команда. Но сегодня отсутствие этого игрока, и мы отсюда выбрали и тактику. Вы видели, в конце соперник подустал. Мы, имея по ходу 10, если бы не проигрывали 20 очков, я бы еще и Сильковского поставил. Планировал играть 10 игроками, а так 9-ю они играли, по-моему, 8-ю или даже 7-ю много времени. Поэтому нельзя однозначно на ваш этот вопрос ответить сегодня. В целом, по сезону мне нравилось. Почему проиграли? В концовке не повезло, не мне, вы видите, афернулась удача сегодня. Ну, такой непонятный гол, конечно, пропустили, очень любитный. И проиграли подбор сегодня. Поэтому я считаю, что именно из-за этого проиграли гол. Ну, повторилась ситуация та, которая была в Днепропетровске. Даже если я в Днепропетровске, мы с таким преимуществом не побеждали, почему все-таки проиграли сегодня? Вполне закономерный ход событий, когда собираются на площадке вот 5-6 человек, те, которые играют, команда играет нормально. Как только появляется ротация, идет ослабление, мы начинаем терять нападение, отсюда быстрые обратки. И, в общем-то, потеря уверенности, которая произошла. Но, конечно, сила этих игроков тоже покидают. Мы увидели, что в конце игры уже и правильность решений, и исполнение каждого действия, оно было не на высоком уровне. Иван Ильич, до выздоровления Винсента, что-то с подбором вообще можно сделать? Ну, что можно сделать с подбором, если на шестой минуте еще получает третий фолл Гуин, а, вернувшись в игру, получает четвертый фолл. Что можно сделать? Ну, я могу выйти, сам могу, я не знаю, что. К сожалению, вот так. Сегодня мы с получением третьего фолла Гуина состоялась катастрофа, которая уже и предопределила дальнейшее точение событий. Мы и так играли, по сути дела, в шестерон, остались в пятерон. В общем, дальше. Дальше понятно. Ну, без Гуина был достигнут отрыв 20 очков. Он был достигнут в первой четверти, в большей части с его участием. Ну, и пока ребята были посвежее, в общем-то, Кондрусевич вышел в позицию четвертого, осталась пятерка, которая играла. Но они же не могли всю игру дальше проводить. Очень тяжело это переносить. Так началось за неделю до Бенфики. Хантер Кондрусевич. И по ходу сезона, вот. Не знаю, если в прошлом сезоне у нас была одна травма серьезная, которая вынуждала игроков пропускать игры, то в этом году, насколько я так подсчитал, это 32-ая разница ощутимая. Эту полосу, я не знаю, надо в церковь идти. Еще один вопрос. Показалось, что в одном из моментов Бернс захромал снова. Что, рецидив? Нет, он получил травму. Вот где-то в середине, ближе к концу первой десяти минутки. Там полный ботинок крови был. Раздевал только. И парень пошел играть. Так что, что сделать? На такие травмы мы внимания уже не обращаем. По большому счету, на только его игра и удовлетворили вас. Почему его? И Мейс старался, насколько мог. Его оценка, Мейс, она опять же через травмы, мы все понимаем. То есть, на что мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим больше о больничных делах, чем о баскетболе. Спасибо.